Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok 24 часа под наблюдением врачей на базе Республиканской больницы в отделении кардиологии заработала палата интенсивной терапии. Реализация проекта стала возможной благодаря финансовой помощи меценатов. Детали в материале пресс-службы Минздрава. Ежегодно в нашей стране наблюдается рост кардиологических больных. Особенно тенденция получила развитие в постковидный период. Назрела необходимость открытия палаты интенсивной терапии – специального отделения больницы, где пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают мониторинг, диагностику, лечение и наблюдение медицинского персонала 24 часа в сутки. Было приобретено все необходимое оборудование, организованное медикаментозное обеспечение отделения. Семь мониторов новых мы получили. Получили два новых электрокардиолога, один новый дефибриллятор. Получили суточные мониторы АД, суточные мониторы ИКГ. Следует отметить, что один из мониторов у нас с 15-ти каналами – это боли усовершенствованные, которые больше выявляют этими используются для химических болезней, выявления химических болезней. В общем, все необходимое оборудование для того, чтобы палата интенсивной терапии заработала, на сегодняшний день у нас имеется. Есть и медикаментозное обеспечение. Как отметил министр здравоохранения Эдуард Будба, Пит – это критически важное медицинское подразделение для республиканской больницы. Теперь высокотехнологические процедуры и неотложная помощь пациентам с заболеваниями сердца здесь оказывается круглосуточно. Хотелось бы сказать, что государство вкладывает беспрецедентные финансовые вложения в медицину. Мы это видели, как это было в ковид. И сегодня большие объемы вкладываются в финансовые средства в республиканскую больницу и другие наши лечебные учреждения. Но отдельно хотел бы поблагодарить наших больших друзей, медицинатов, благодаря которым сегодня эта палата интенсивной терапии реализовалась на базе республиканской больницы. Это большой друг Абхазии Алексей Жмулев. Огромное вам спасибо за ту помощь, которую вы оказываете нашим лечебным учреждениям. С начала работы палаты интенсивной терапии в ней уже успели получить помощь около десяти пациентов. Аслан Бжаня поздравил святейшего патриарха московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. В Абхазии вас чтят как авторитетного духовного лидера христиан православного исповедания. На протяжении долгих лет вы наставляете паству в здравом учении, избрав путь служения Богу. Освящая души людей евангельским словом и открывая им свет учения Христа, вы спасаете их от неверия и наставляете на путь милосердия, любви и терпимости, говорится в поздравлении главы государства. Аслан Бжаня принял победителя первенства мира по тайскому боксу Нестора Гадли. Абхазский спортсмен выступал в составе российской сборной весовой категории 48 кг. Чемпионат проходил в Турции. Глава государства поздравил Нестора Гадли с победой и пожелал ему дальнейших успехов в спорте. Тренер боксера, президент Федерации тайского бокса, руководитель боксерского клуба Георгий Победоносец Теймур Азагиргидава поблагодарил президента за ощутимую поддержку в развитии спорта в республике. Это касается не только тайского бокса, но и остальных видов спорта. Мы чувствуем отношение руководства страны к такому важному направлению для развития молодежи спорту, отметил он. Во встрече приняли участие депутат Народного собрания парламента Абхазии Стамур Герхелия и член общественной палаты Коба Гугохья. В селе Илор Ачимчирского района на территории заброшенного строения выявлена незаконно действующая майнинг-ферма. Обнаружено и изиатом 43 аппарата. Подробнее в оперативной съемке МВД. В Ачимчирском районе в селе Илор в ходе реализации оперативной информации с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД, сотрудниками отдела внутренних дел по Ачимчирскому району и специалистами Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам потребительскому и техническому надзору на территории заброшенного строения выявлен незаконно действующий объект по добыче криптовалюты. На момент проведения оперативных мероприятий к единому оператору электросети ЧерноморЭнерго было подключено 43 майнинг-аппарата. Общая мощность потребляемой электроэнергии составила 40 кВт-час. Оборудование по добыче криптовалюты изъято в отношении владельцев стадая Хаджарата Дмитриевича жителя города Ачимчира составлен протокол в соответствии с частью 2 ст. 96 прим. 1 кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия. Правительство России отменило временные ограничения на экспорт автомобильного бензина. Запрет действовал с 21 сентября. Решение об его отмене объяснили насыщением внутреннего рынка и существенным снижением биржевых оптовых цен на бензин. Отмечается, что в настоящее время запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн тонн. В Абхазском государственном университете начались курсы повышения квалификаций для учителей общеобразовательных школ. Курсы проводятся по абхазскому языку и литературе и абхазскому языку и литературе в неабхазских школах. Это лекции, тренинги, беседы, мастер-классы, практические и теоретические занятия, которые ведут профессор и преподаватели филологического факультета. Курсы повышения квалификации проводятся в Республиканским Центром повышения квалификации и переподготовки при АГУ совместно с Министерством просвещения. Курсы имеют очно-заочную форму. Сегодня мы начинаем установочную сессию. Она будет длиться до 1 декабря. Далее курсы продолжаются, но это будет уже в заочном формате. Каждому курсанту необходимо написать курсовую работу. Тот, кто прошел установочную сессию, написал и защитил свою работу реферат и получит свидетельство об окончании курсов повышения квалификации. Сегодня приглашены сюда учителя школ Мугальского, Ткуорчальского, Горилипшского и Ачимчирского районов. Организованы две группы. Это для учителей абхазского языка и литературы для абхазских школ и для учителей абхазского языка в неабхазских школах. Всего будут участвовать 53 учителя. С целью совершенствования компетенции учителя в области изучения родного языка и литературы, необходимой для профессиональной деятельности, создания широкой теоретической базы, знакомства курсантов с наиболее важными современными методами, средствами и его организационными формами. Вот с этой целью мы будем проходить курсы повышения квалификации. В Абхазском государственном университете прошла встреча президента Аслана Бжания со студентами вуза. Глава государства поблагодарил профессорско-преподавательский коллектив студентов всех присутствующих в зале за теплый прием. При этом он особо отметил весомых вклад людей, сыгравших ключевую роль в становлении и развитии главного университета страны. В ходе общения с учащимися глава государства призвал студентов к откровенному разговору, к которым были затронуты актуальные проблемы. Видеозапись встречи президента со студентами смотрите сразу после новостей. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидромедцентра во вторник 21 ноября на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, гроза, в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем плюс 7,12. Температура морской воды плюс 18 вирусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова